Всем привет, ребята! Меня зовут Оля Грейс, и я рада приветствовать вас на моем YouTube-канале. Также я продолжаю вас соблазнять своими бровями, густыми и шикарными. И сегодня я хочу вам рассказать о том, как я ухаживаю за своими волосами, как мне удалось избавиться от посеченных кончиков. Да, посеченные кончики у меня были, и вы можете посмотреть видео «Шоколадная диета». Это видео находится на моем канале. И там у меня волосы выглядели очень ужасно, потому что там были посеченные кончики. Проблема моих волос в том, что от корней они растут хорошо, но когда они приближаются к основанию, здесь они жиденькие становятся. И раньше они секлись, потому что я утюжками их ровняла. Сейчас их тоже ровняю утюжками, но просто мой уход за волосами изменился, поэтому волосы стали чувствовать себя хорошо. Так как мы коснулись темы ухода волос и о том, как оживить свои волосы и убрать посеченные кончики, я хотела бы вам порекомендовать сервис, на котором вы сможете найти натуральную и качественную косметику. Биобогемия – это бренд натуральной косметики, которая производится в Чехии на основе местных трав и масел. Среди ведущих ингредиентов – конопляное масло, конский каштан, крапивы, ромашки, масло лаванды, а также змеиный яд. Биобогемия производит косметику для домашнего ухода и аптеки, а также профессиональные линии с уникальными формулами по доступным ценам. Вся косметика гипоаллергенна, экологична и эффективна. Тут вы сможете найти продукты, которые помогут восстановить ваши волосы и предотвратить появление посеченных кончиков. Также, ребята, ссылочка на данный сайт находится в описании. Мой уход состоит из обычных этапов. Просто помыть голову. Мою голову я каждые полтора-два дня. Если плохой шампунь, то это каждый день. Если это хороший шампунь, который я сейчас нашла и радуюсь жизни, то полтора-два дня мне достаточно и волосы шелковистые. Я использую, ребята, с недавних пор, последние три месяца собачий шампунь. И вы не ослышались. Я использую именно собачий шампунь. Потому что в нем меньше всего консервантов, меньше всего добавок. И тот шампунь чистая линия, который я покупала до этого, к сожалению, ребята, его стали очень некачественно делать, разбавлять какой-то жижей водой. Он стал жидким, он не пенится. Нужно целую жменью, извините, его наполнить и на голову вымешать, чтобы что-то там уже начало пениться. А здесь я капелюшечку выкидываю на ладошку и мылю. Все хорошо мылится. И самое интересное, что после этого волосы шелковистые. И, ребята, я не постесняюсь сказать это, у меня пропала перхоть благодаря собачьему шампуню. Есть марки шампуней Джесси, Лорд, еще как-то называется, забыла. Там есть для длинношерстных, для короткошерстных. Я пользуюсь этими шампунями в зоомагазине. Стоит 20 гривен, это где-то 50 рублей. В то время как обычный шампунь стоит 40-50 гривен, а моет гораздо хуже. И не ухаживает за вашими волосами. А после собачьего шампуня волосы шелковистые. Самое интересное, что благодаря шампуню у меня вообще пропали посеченные кончики. Как бы это удивительно не звучало, но это так. Также периодически я свои кончики волос, после того, как я помою голову шампунем, я наношу масло от бренда Калос. Либо можете использовать гарнир Фруктис в рыжей упаковке. Есть такое масло, там очень много силиконов. Мне больше нравится от бренда Калос. Небольшой тюбик, стоит недорого, очень хорошо впитывается. Не оставляет ощущения, что есть какой-то продукт на волосах. Вы чувствуете свои волосы, они как естественные. Будто вы родились с такими крутыми волосами. И как раз таки от Калоса это масло помогает мне еще не полить мои волосы. Но иногда я просто забываю наносить масло. И в принципе шампунь меня полностью выручает и спасает. И моя плойка не вредит моим волосам. Это очень круто, я считаю. Также под настроение я делаю себе маску для волос. Маска для волос либо от бренда Калос. Моя самая любимая маска от краски L'Oreal. Там у них в комплекте после окрашивания волос идет тюбик с маской. И эта маска делает ваши волосы просто шелковистыми и невероятными. Как будто после салона. Это очень круто. Также, ребята, то, что помогает мне укрепить мои волосы, это окрашивание. Сейчас я не окрашена, у меня отросшие корни. Надеюсь, на видео это не видно. Но краска, я не знаю, как она влияет на мои волосы. Она без аммиака. Вернее, там есть аммиак, но его очень мало. Но я заметила, что после окрашивания волос мои волосы становятся очень послушны. Благодаря тому, что я потом применяю маску. И самое интересное, они как будто заполняются полностью. Вот когда я их крашу той краской, если там были какие-то зазубринки, какие-то посеченности, раньше у меня такое было, то это заполнялось. И после маски, еще после краски, все, волосы шелковистые, ровные, как будто после салона. Как будто бы у меня вообще не было посеченных кончиков. Но сейчас я не так часто крашу волосы. Скоро собираюсь. Я надеюсь, что я это сделаю поскорее. Действительно, маска от бренда L'Oréal творит чудеса. Так что, ребята, попробуйте. Это очень классная вещь. Можете даже пробники купить. Они продаются в магазинах. Просто ищите, спрашивайте у консультантов. Они с удовольствием вам ответят и помогут найти то, что вы ищете. Также волосы после мытья я выжимаю, выдавливаю из них воду, оборачиваю себе полотенце, закидываю, заворачиваю. У меня тут такое гнездо на голове желтое, потому что желтое полотенце. Я с этим полотенцем могу утром помыть головы, сидеть, работать на работе. Работа у меня на дому через интернет, поэтому для меня это позволительно. И, собственно, через 3-4 или 5 часов я снимаю полотенце. И просто они естественным образом досыхают. Я просто их немножко укладываю, как мне кажется, что это будет хорошо, укладка, выглядеть. И затем, после того, как они высохли, я могу нанести масло на кончики волос. И, соответственно, потом, перед съемкой видео или перед тем, как мне в скайпе общаться с людьми по рабочим моментам, я иду и выравниваю волосы. Все, это весь мой уход за моими волосами. Именно толчок выравнивания волос и устранения посеченных кончиков пошел именно с того момента, когда я первая начала применять масло. И после того, как я просто начала применять собачий шампунь, все гораздо проще стало. И иногда даже, зачастую даже не нужно наносить масло, потому что волосы и так шелковистые. Я не знаю, почему для собак и животных делают все качественно, а для людей говно суют. Ну, ребята, мне это очень раздражает и расстраивается. Ребята, если у вас есть посеченные кончики, то применяйте эту информацию на практике. Я надеюсь, что мое видео было для вас полезным. Если это так, то ставьте пальцы вверх под этим видео. Подписывайтесь на мой канал, красная кнопочка находится под этим видео. Также жмите на колокольчик, чтобы первыми узнать о моих новых видео. А с вами была я, Оля Грейс, и до новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok